Одно из первых мнений об умственных способностях русского поэта не предвещало мальчику хорошего будущего. Его озвучил директор феодосийской гимназии после ознакомления с отзывами о новом ученике. «Мы, конечно, вашего сына примем, но должен вас предупредить, что идиотов мы исправить не можем». Сам Максимилиан ответил не менее едко, написав в мемуарах, что конец отрочества был отравлен гимназией, которую, как и обучение на юридическом факультете Московского университета, он счел потерянными годами жизни. В итоге Воложин решил заняться самообразованием – все видеть, все понять, все знать, все пережить, все формы, все цвета, вобрав себя глазами, пройти по всей земле горящими ступнями. Так фиксировал он в своей душе впечатления от европейских путешествий, чтобы впоследствии отобразить их в рифме. При этом в Европе будущий поэт изучал не только литературу, но и брал уроки живописи, что позволило ему войти в круг парижской творческой богемы. Писатель Ромэн Ролан, живописцы Пабло Пикассо и Амадео Матильяне – это малая толика иностранцев, с которыми Волошин пересекался на протяжении своей жизни. Весь цвет русской интеллигенции, от сестер Цветаевых до Корнея Чуковского, от художников Василия Поленова до Бориса Кустодиева, были завсегдатами в крымском Волошинском доме в Коктебеле. Был среди них и угрюмый писатель Александр Грин, описавший свою встречу с Волошиным так. «Встретил меня какой-то нелепый дядька, ломака, рыжекудры, с хитрыми купецкими глазами. На мой вопрос о стоимости продуктов спрезидентный мин ответил, что не знает, онди этим не интересуется». Впрочем, первое впечатление не стало окончательным. В дальнейшем литераторы подружились, что, несомненно, произошло благодаря личным качествам Волошина, умевшим быть радушным и открытым со многими, добиваясь для себя нужных результатов. Так он сумел отказаться от участия в Первой мировой войне, он высказал отрицательное мнение о международной бойне в сборнике под названием «В год пылающего мира». Сумел пересидеть революцию и лихолетие гражданской войны, укрывая в Коктебеле то белых, то красных офицеров. Правда, несмотря на сотрудничество с новой властью, получение от нее охранной грамоты, с 20-х годов началась литературная опала Волошина. И это при том, что нелепый дядька уже зарекомендовал себя как профессиональный критик, талантливый поэт и художник-акварелист. Почти все его акварели были посвящены Крыму. Но это не тот Крым, который может снять любой фотографический аппарат. Это какой-то идеализированный синтетический Крым, элементы которого он находил вокруг себя. Так писал историк искусства Александр Бенуа. Умение разглядеть мелкое в зеркальном отражении было присуще Волошину. В скале у Черноморского побережья, где все видели профиль Александра Пушкина, он заметил свои черты. «И на скале, замкнувшей зыбь залива, судьбой и ветрами, изваян профиль мой». Этих двух поэтов разных столетий объединило не только творчество – один профиль на двоих, но и дуэль на Черной речке. В 1909 году Волошин и Гумилев стрелялись, и только высшее проведение в виде промаха и осечки помешало смертельному исходу дуэли. Удивительным образом после Крымского землетрясения произошло частичное обрушение скалы, окончательно став профилем эстета с внешностью кучера, как называли Волошина. Так, словно по волшебству, самоучка увековечил себя в мести, для осознания которого ему понадобились годы. «Коктебель не сразу вошел в мою душу. Я постепенно осознал его как истинную родину моего духа. И мне понадобилось много лет блужданий по берегам Средиземного моря, чтобы понять его красоту и единственность». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова